Так, ну что, Ян, давай тебе, тебе слово. После скучного дебюта получился нескучный миттельшпиль. Ну, дебют, кстати, тоже был не очень скучный, поскольку... Ну, да, то есть, ну, шотландская она в разными порядками, простите, итальянская разными порядками возникает. А, ну, то что, c3, h6, ну, так тоже можно, ну, вот, иногда без h6 хода обходится. Да, и вот эта вот таби как раз. И вот в этой позиции, если мне не изменяет память, вот в этой как раз позиции неплохую партию выиграл Калякину Навару только что, вот, на Олимпиаде. Вот я эту партию знал и очень хотел, как бы, чтобы она вообще повторилась, потому что там очень уверенно. Здесь она, значит, повторялась. И здесь, да, то есть такая позиционная ловушка, что d5 ход напрашивается, но после коня b3 неожиданно проблемы, да, то есть, получается, что b5 грозит где-то, пешка на e5 уже слабая после разменов. Ну, и как-то уже неуютно. А вот Навара пробовал исходить b5, ну, после коня b3 очень быстро проиграл, но тут видно, что уже как-то... Да, пункт c5, да. Да, то есть тут белые держат напряжение, лезут на c5, у них, ну, просто получше практически бесплатно, то есть, там, Сергей выиграл буквально ходов 7 эту позицию, там, как-то просто все съел. Вот, но здесь такое усиление последовало, конь e7, и тут, ну, на самом деле, поворотный момент, потому что я не был уверен, стоит ли мне делать то, что я, в общем, сделал. В принципе, наверное, не так глупо пойти просто c4, где-то, я думаю, что d4, вот, по структуре c5, потом b5, это, наверное, сильно в пользу белых будет. Вот, потом просто здесь будут подрывать, там, где-то конь c4 станет, но, может быть, как-то позиция у черных уплотнится, да, то есть, там, слон c6, слон b8. Вот, может быть, стоит мне начать с хода b5, потом c4. Ну, тут я вот подумал, что очень хорошая динамическая возможность, по крайней мере, ну, не то, что выиграть сразу, но как-то, как-то вот хотелось, да, то есть, что-то извлечь, потому что конь e7 ход довольно ответственный. Да, значит, конь c5, это вроде форсировано. По идее, надо брать, потому что, ну, пешку иначе жалко. Да, тут было бы совсем хорошо, если бы d4 проходило, но вот взятие, взятие, вот, взятие слона 3, к сожалению, не проходит за ферзью в 5, да, то есть, тут белые остаются ни с чем, а наоборот, без всего. Поэтому d4 сразу нельзя, ну, слон 3 меня устраивала позиция. Я считал, честно говоря, что, может быть, ферзь 7, это, возможно, меньше изол. Да, и теперь, значит, на d4, конь g6. Но все же да, то есть, это немножко похоже на то, что было в партии, я не уверен, что это вот хорошая редакция или плохая. То есть, получилось, что я вообще слона на b2 подвел этой позиции. Может быть, слона на b2 он сильнее, чем на а3 стоит, потому что, ну, как, я пешку просто на e5 там не теряю. Сразу, да? Да, это можно, но вот это интересный момент. Значит, на ферзь a7, конем, мне казалось, может быть, кони в 5, и вот конь лезет куда-то. То есть, может быть, не так плохо. Я вот это и считал, честно говоря, как важно, я считал, что здесь c5 интересный ход. Казалось бы, даю на d5 клетку, но как-то вот ферзь c4, вот, ну, надо думать. То есть, наверное, c5 ход вряд ли можно назвать хорошим, но вот, может быть, он форсирован на что-то белым дает. Вот, но, опять же, там, все-таки ферзь где-то, у белых есть пару темпов, чтобы развить атаку, пока ферзь на a7, ну, не видно, как он включается в игру. Но ладей e8, не факт. Да, ферзь 5, очень ответственный. Да, тут очень хочется его выиграть, но вроде не получается. Есть везде идея пойти, ну, наподобие ладья b1 здесь или, да, ну, ладья b1, конь d2, конь b3. Вроде ничего не проходит. Но d4 очень аналогично, в принципе, это я так и собирался ходить. Да, ну, значит, здесь был шанс e4 такой, получается, здесь сбить и побить. Ну, все-таки такие три пешки, мне кажется, вряд ли они достаточно дают за фигуру. Ну, может быть, какой-то ладей, может, этой на d1, может быть, другой, потом конь d4. И просто я на эти пешки начну нападать, то есть я как-то, все фигуры у белых играют, пешки все-таки слабые. И ладей не очень хорошо скоординированы. Мне кажется, здесь у белых лучше, то есть довольно, ну, довольно серьезно, поприятнее. И просто пешки, они как бы не успевают здесь прийти в движение. Да, конь d6, ход важный. Ну, вот здесь, да, вот ладья b1 был ход очень интересный в таком порядке. Ну, вообще, да, так на вид черные играют с огнем, но на самом деле все держится. Вот, например, d5, ладья e8, ладья b1, ну, просто можно пойти c6. То есть ничего нигде не ловится. Ну, в общем, непонятно, что здесь, как бы, в чем моя выгода. Зачем я так сказал? Был еще такой ход, да, то есть, ну, опять же, вот c6, я вот считал, ладья, по-моему, бьет b7. cd. И здесь вот что-то типа c5 грозит, ладья b6, слом b4. Ну, это очень сложно оценить, потому что, ну, да, вот ферзь ушел, конь пошел на f4, как-то пешка d7 дошла, а дальше непонятно, куда она идет, может, вообще уже никогда не идет. Просто на c8 там очень надежная блокада пятью фигурами примерно. Мне кажется, что это просто, может, черный перевес уже здесь. Да, но он, по счастью, ход слом b2, он тоже неплохо ложится вообще во всю концепцию, потому что взятия на d4 нету из-за того, что конь провисает. Да, и вот тут, мне кажется, очень важный момент был в партии, там же Хриар это почувствовал тоже, там, продумал здесь почти минут, там, 40 минут. И сыграл ладья e8, ну, фактически сделал ход, который, ну, крепкий, он, ну, ничего, по сути, никак не улучшает по весу черных, белые просто проводят свои идеи комфортно. Я считал, как интересный вариант e4, d5, ef, и здесь, в принципе, распутье. Значит, ну, вообще из общего собрания хочется так сыграть, так, и фербер g6, по виду мат, но пока вроде есть такой ход спокойный. Да, взяли здесь, снова хотим выиграть, но фербер g5. Взяли-взяли, ну, и, предположим, взяли здесь. Я вот не мог понять, насколько здесь хорошие шансы, черт, на ничью. На ладья e6, фербер g5 нету ходу промежуточной? Ну, через пешку не ходят, к сожалению, там пешка для этого специально осталась, да. Ну, как раз dE просто первого-первого что-то. Так, просто dE, фербер g5, ну, как, вот здесь ладья f8, dE, и теперь, конечно, фербер g5, да. И вот этот ничпиль оценивал, ну, как игровой, то есть, наверное, шансами у белых, но мне казалось, что вот... Да, все-таки на e6 такая удобная цель, так, так. Но здесь надо понять, что все-таки на g7 еще очень такая слабая пешка. Конь h5, конь f4? Ну, конь h5 может быть... Ну, конь h5 может ладья e5, а, конь f4 будет висеть, да. Конь f4, да, и как-то можно... Понял. Ну, вот, может быть, конь h5, слон c1 тогда я могу сыграть. Ну, в общем, интересный довольно возникал ничпиль. То есть, мне кажется, шансы были хорошие у черных побороться. Вот поэтому здесь был, как бы, да, еще ответственный ход такой. Это вот важный момент. Вот это я просто не могу оценить, потому что... Да, ферж g5. Ну, допустим, пропустить взять все полезно. Возьмем взяли королем, ну, потому что пешка очень жижная. Да, и ж3. И вот, ну, на вид я не был уверен, что черные могут что-то создать, потому что... Да, значит, конь f4. Я, по-моему, просто вот Уйду королем потом на f1 Ну, вот как-то выглядит, ну, не очень уютно все же То есть надо, может быть, ладей e5 Можно сыграть здесь, я не знаю, комбит h3 там сюда Ну, в общем, получалась какая-то неясная позиция Ну, в общем, мат, по-моему, белые не получают Но, может быть, там как-то компенсация игровая будет Ну, в общем, здесь бы пришлось бы мне выбирать Потому что, конечно, ладей бит e6 Комфортный не шпиль, а вот de это такая позиция Да, ладей e8 ход Тоже, кстати, оставлять белых Перед выбором, но вот здесь Надо понять, ну, мне кажется, a5 Может, было бы не ошибочно, но На ладей b1 я сыграл, чтобы не было хода f6 вообще Потому что здесь на d5 уже, наверное, будет жарство фигуры Но, по-моему, да, можно в этой редакции de выигрывает в силе То есть конь ходит, конь d4 и висит на b7 Ну, фактически просто лишнее качество здоровое И там позиция хорошая Да, f7 это печально Ну, вот здесь тоже я вот выбирал Но потом в какой-то момент решил, что вот там Чем больше фигур все-таки, тем лучше, когда Когда все-таки давление на моей стороне Ну, такой был еще полуальтернатива Но мне казалось, что это все-таки, ну, малодушие То есть все разменять Без коня труднее Fb2 Ну, да, все-таки у меня чем больше фигур Как бы Конечно, с конем-то еще Да, то все фигуры соперника упираются в пешку e5 А мои как-то можно еще... Тоже упираются, но их можно как-то улучшать Правда, e6 какая-то Да, вот это ход черных здесь Да, но вот здесь мне казалось fc5 И вот я не мог эту позицию Не мог ее оценить Но мне казалось, что, может, худший уже позади Потому что e6 даже ладей e6 Ну, а что-то ради взятия на g7 Разменять весь комплект Ну, это как-то, ну, глупо Откровенно говоря Да, значит А здесь вот еще в тактике Такой ход находится Важный Ну, не знаю Здесь, кстати, интересный момент Может, надо было ходить сразу другим конем на f8 Либо этого убирать на b8 и на c6 Потому что после коней f8 Ну, ход, кстати, понятный После h4, мне кажется, уже как-то плохие дела Потому что Да, даже 5-4 нету И кони друг другу мешаются очень сильно Ну, может, конь h7, конь f8 Но это очень глубоко, конечно А если ладей e7 Которая Коня на e6 А, там под слом b4 А там как-то, да Там тоже все Я думаю, коня через f4 А, на f4 Ну, здесь я могу, в принципе Нет, что-то такое я считал, да Ну, может быть, стоило так попробовать Но, в целом, даже если конь стал на e6 А как бы, ну, почему это Не по нации Конь там пойдет наш 4 на f5, например Тоже как-то все равно Ну, да, без винии d Очень тяжело здесь воевать черные Очень-очень тяжело Хорошо Да, то бишь Ферзь c5, h5 Ну, конь f4 прыжок не проходит За слом d4 И потом ферзь f5 Приходится там g5 играть Но это уже никуда не годится Вот мы смотрели, это не пришли к выводу Ферзь c6 Ферзь f5 Ну, здесь много ходов Но мне казалось, ферзь f5 f5 Да Не смогли прийти здесь Четкому выводу Ну, не знаю, даже если я так сыграл Ну, взял на g6 Терр Ну Конь g2 хотим Все-таки Ну, конечно, красивый удар Но, мне кажется, если я там сумею от него защититься Потом Ну, ладей 4 интересный ход На c4 И на f4 побью А, на f4 Ну, в общем, тут, мне кажется Нет, здесь какой-то такой еще и прыжок напоследок Во Может, обороты только начало Ну, если это начало, да Ну, хорошо Ну, хорошо, это могло так Партия могла так развиваться Ну, мне кажется, h5 Даже если это воспринимать как такой полу-блеф Ну, довольно быстро сыграл уже так по цветнот, конечно Ну, понятно, да То есть ладей 4 Ну, здесь, мне кажется, был шанс сыграть b5 еще Ну, b5, как-то конь d4 Я не мог понять, что здесь происходит Ладей b6 Надел, что ферзя поймаю Но можно, в принципе, a5, e6 Можно, наверное, и слон опять сыграть И конь b3, конь a5 Ну, в общем, тут хороший выбор, приятный Я думаю, что Где-то качество силы Где-то что-нибудь можно придумать Ну, и в крайнем случае на b5 еще был Ход такой незатейливый Аb, аbcb То есть, ну, если совсем уже лень считать А, ну, здесь, правда, конь d5 куда-то лезет Да, все это не стоит Ну, кстати, даже конь d5, наверное, всех проблем не решает Там просто защитил этого слона Там пешка лишняя Но это, наверное, в пользу черных, конечно, такое упрощение В общем, b5, мне кажется, было Ну, заслужило внимания Аbc6 это просто отдача качества За пешку В не самой выгодной редакции Да, но b5 логично Ну, не знаю, чтобы проиллюстрировать Проблему позиции Здесь b5, c4, b6, e6 Ну, и выглядит не очень здорово Опять же, там f6 Ну, там, может, как-то ферзем это Ну, может, так можно было пробовать Но, честно говоря, не верится в эту позицию Не особо Хотя здесь, кстати, может, так еще Слон b4 заел f6, ну, слон b4, какой-нибудь f5 Ну, в общем, судя по всему, наверное, должно хватить здесь Белым патронов Да, вот здесь интересно Тут я был очень доволен После ферзи b7 я начал Пытался посчитать Ну, сначала хотел побить на e7 Потом вернулся в ход владяжи g4 А потом понял, что здесь какой-то ферзь c8 Ну, вот мне этот ход до конца был не ясен И поскольку я сейчас спустил уже там все время Там осталось там 40 минут Из 30 осталось 12 Я подумал, что лучше просто пойти на позицию с ладьёй на d8 Там, ну, скорее всего, можно найти размен ферзей И потом как-то вот 3 на 3 на 3 там на одну фланге Ладя посильнее будет коня Да, ферзи 3, да Вот конь f5 Ну, вот непонятно f4 или f3 А я здесь следующего хода за себя не видел То есть, ну, конь e6 и защитился А c5 и тоже защитился Но, предположим, пока пошел там Да, ну, c6, может быть, конь h7 Я вот не мог понять, что я сделал Конь h7, конь g5 нормально, кстати Да, я не мог понять, что я сделал с собственной ладьёй То есть, конечно, надо ферзя на f3 ставить в связи с этим Да, и здесь хотя бы я хоть чем-то грожу Конь h7 все равно Я грожу, ну, ладей f4 еще везде грожу Ну, может быть, на e5 взять и найдется То есть, мне просто показалось, что с практической точки зрения Вот завести ладьёй на восьмую Да, ну, здесь еще был такой ход вроде ферзи e4 Так, так, так Конь f4 здесь вроде порядок у черных f3 здесь только не ферзи e2, а ферзь c2 И, да, то есть здесь какая-то Ну, ферзь f4 приходится играть Наверное, может, даже еще ближе к нищей Хотя, может, ферзи вы Хотя, может, ферзи вы безнадежны оказаться у черных Но это как бы надо еще предстоит доказывать Считать, да, это считать надо Да, еще был, значит, ход здесь поэтому хитрый Ферзь d5 Ну, здесь как бы c6, ферзь d8 b4, и ладей не попадает на восьмую Смож попадает, но это не так просто Это я тоже не мог понять Значит, помимо этого А, вот еще здесь был важный момент Что здесь, конечно, напрашивался ход e6 Вот тоже я e6 считал f1 Да, даже, кстати, конь e6 я не смогу проверить Годи, а ферзь d7 сразу Зачем ладей? А, сразу, да? Сразу ферзь d7 Мы не могли найти спасение На e7 же висит Не, вот поэтому fe Не, ну я просто считал такой вариант красивый То есть ферзь d7 Король f7 Значит, теперь на ладе d6 ферзь c8 И на ладе d3 Ферзь c6 Ладей f3 Так, как бы, то есть тут вроде Ну да, да, да Да, ладей f8 Ладей обед f8 Да, ловушку не попались Ну да, да, да Ну, в общем, тут Ну да, вот e6 еще к тому же вот e6 Ну, наверное, это было, может, умнее, чем т6 сделал Но тоже это неоднозначно Ну, может быть, да, может быть, здесь надо Теперь так ходить Так, ферзь d8 Ладей f7, да? Ну, ладей f7 Ну, наверное, вот здесь ты можешь даже на e6 побить Ну, вот что-то такое, наверное, надо было делать Ну, здесь может быть ферзь bt4, ферзь bt7, ферзь f5 Ну, какие-то призрачные шансы сохраняются А что, в партии были шансы спасения? В партии я не знаю Меня очень сложно оценить, значит, но бить должен Вот я d8, ферзь c6 Да, ферзь d7 я издалека намечал, был очень доволен Да, но здесь вот ферзь c5 меня ход, конечно, порадовал Ферзь c3 я вот еще не мог оценить до конца Что происходит Чтобы вечный шаг где-то, да? Там не вечный шаг и дело Дело в том, что ферзь c5 возвращается шагами И здесь, наверное, пришлось бы немножко так поджать хвост Как бы и пойти вот так Ну, правда, может, этого достаточно Не, ну покажи, на ферзь c8 там что? На ферзь c8 начинается какая-то ерунда То есть вроде шаг Так Значит, теперь если бить на e1 Съели сюда Шаг Король ht? Ну, король ht съели, на ht не важно А, на h5, да Можно так пойти так Так и ферзь c5 Ну, и пойди еще и то выиграем Может, вообще уже не лучше Тут не в этом не будет Ну, да, здесь тем более уже 6 появляется Ну, да, то есть Да-да, не-не-не, это не то, не то Ну, признать свою неправоту и пойти так Ну, и, мне кажется, должно быть выиграно Потому что Ну, бить на h5 нигде не успевают черные Потому что, ну, заедается Соответственно, ладья e1 Здесь можно уже, может, и побить на e1 Ну, как бы, связка она Ладья с ферземами постепенно сидят Эти пешки там Поставлю там g4 То есть можно разменяться ладьи И вернуться на e7, да, видимо, так надо? Как? Ладья e1, да? Ну, на ладья e1 еще везде есть такой, как бы, ход Король h2 Не, ладья d1 Ладья d1, ладья f8 А Этот трюк нигде не работает, к сожалению Не работает, да Да, похоже, трюк вот был здесь Где-то здесь, но он не проходит, да Ну, да, вместо ферзь c6 Ну, ферзь c6, наверное, надо ходить Потому что b4 Вроде есть ход ладья a1 Ферзь c6, ладья a8 Значит, ладья 1 ничего не дает А ферзь c1 теперь ферзь f1 появляется И мат старше Да, ну, вот ферзь d7, ферзь c5 Ферзь c8, ладья h5 Да, тут мне были, в принципе, некоторые сомнения Меня одолевали, стоит ли идти сразу Думал пойти сначала так Очень умно Чтобы уже побить на e8 Ферзь c7, но здесь просто же 6 Ну да И здесь уже некоторые трудности практически возникают Может быть, я не знаю Наверное, это выиграл Все равно 3 на 2 такие Постепенно Но если ладья на f5, пешка на f5, то вряд ли Ну, если ладья на f5, пешка на f5, то вряд ли А если нет, то... Ну, какие-то переходы в пешечный надо везде считать Ну, конечно Да, вот это, мне кажется, важный ход Что-то здесь получилось ферзь d7 напасть То есть, ну, f6 ходить не хочется Но мне казалось, после короля же 6 Ферзь d3 Как-то, ну, либо теряется ладья, либо корольский фланг целиком То есть, ну, идти вперед, по-моему, плохо из-за f4 Так, так же, 4 Ну, самое простое, да Красиво, да И мат на f5, да? Да, а тут неожиданно по пятой Не было бы пешки v5, может, было бы не так ясно А тут пешка v5 еще не пускает ладью к своим То есть, если король f6 Так Вот тут, по-моему, можно f4 сыграть, если я не ошибаюсь И здесь не получается ладью вернуть Ладья попалась То есть, ладья f5, ферзь d4 Ну, и тут выбор, либо король e6, тогда ноя съедаю фланг А на g6 g4, что ли? А на g6 g4 Ну, можно g4 То есть, сразу при ладьи на h5 на g6 g4, да? Ну, да, так я же ладью съел Да, да, да Ну, ладья на h4, наверное, на fd8 Да, fd8, да, да То есть, забавно, что пешка на b5 вредная для чонок получается в этой позиции, да? Интересно Сейчас Ну, так, кстати, может, не вредная Так, по большому счету, наверное, где-то шахи найдутся Ну, вот идея в том, да, что вот в этой позиции Вроде, мне казалось, f4 Ну, можно еще пробовать другие шахи давать То есть, там, может, как-то нажить, там, ферзь Пошаховать, там, ферзем с других полей Ну, мне кажется, этого должно хватать Строго говоря Ну, да, вот здесь f4 И вот не вижу, как ладья спасается На ладьи f5, да? Да, на ладьи f5 теперь шах просто Если так, то g4 и ферзь e4, там, хватает А если король e6 Ну, можно что-то посчитать А можно просто на g7, там, пешку, там, отнять В той или иной редакции Ну, можно, конечно, поставить эту позицию Но я думаю, что я, может быть, просто ладью на f6 оставлю А короля уже выгнал в поле И потом просто съел постепенно эти пешки Я думаю, что, может, тут можно То есть на король e6, да? А, нет, здесь такой вообще ход Что-то, да, g4, да Ну, да, в общем, тут с ладьей беда На h5 она так Не получается А после f6 крепости не было, да? Ну, мне кажется, очень простой у меня план То есть я не знаю, зачем ты шахляруешь пешку б мне отдал То есть Ну, может, уже не хотел тут Чтобы партия затягивалась Да, но у меня очень простой план То есть я хожу, значит, здесь я хожу везде f4 Соответственно, при короле на h7 Я просто дал бы ферзь d3 шах Сделал бы то же самое Повел бы короля Ну, и здесь Да, то есть я вот пошел в f4 Можно было Ферзь d3, можно было, наверное, так сначала сыграть А как-то изменить структуру чер zwischen А, нет, нет, нет Правильно, я, может, правильно, как раз сыграл Как я сыграл здесь Ферзь c3 ладит опять f4, да Чтобы на короле h7 Владья под боем была Может, это важно, да Но вот пока белые так все усиливались А как? Вот здесь Ну, так что, ну, пешка h5 пойдет Я пешку на h5 поставлю радостно тут же Если бы черные сыграют h5 ну просто как бы любой ход вперед это под себя то есть ну не думаешь ну может микро шанс заключается в том что поставить g6 h5 король g7 ладью на седьмую так ну да для этого да я думаю что просто это не получается банально во первых здесь я сначала виду мне кажется на пешку это совершенно наплевать же 6 то здесь на g6 сф7 надо меня еще уговорить то есть надо пойти еще ладей е8 так может быть здесь уже тогда побью ну и как бы что я на же 6 я режу по седьмой ну мне кажется что все таки вот такие ну давай же же 6 6 отрезал ферзь б7 да не могу как там с темпом что-нибудь съесть то может а я играл ладей f8 король g8 молодец не ну такая так по себе это будет совершенно безнадежно я просто пойду g4 h4 f5 а дальше на f5 g5 ну f5 g5 ферзь е8 цук сванг сразу но я не верю честно говоря то есть ферзь на g6 там там такая дырка не но можно как бы мыслить схемами я просто думаю что проще там самостоятельно это подвигать что чтобы через h5 потом забраться да не это как раз а если черные сами в 5 поставят ну тогда король идет в обход ну просто проблема в том что ладей не попадает на важное поле ну мне кажется таким количеством пешек должно должно правило хватать не но есть как бы сродни этому из крепость король а мне кажется можно было по упорнее ходов на 20 по упорнее можно было сопротивляться очень доволен как как потому что в партии то за пять ходов все закончилось как ну я не думаю что на самом деле что-то менял потому что хорошо но единственное как бы опасно здесь было вот поставить мне самому же 4 и в 5 это вот после короля ш 7 возможно уже не выграно хотя я не уверен там где-то же 5 есть как бы там шансы но это вот был способ не выиграть а тут ну очень просто же эти шпили оцениваются если у ладьи есть два защищенные две защищенные клетки то сложно выиграть или невозможно если одна то пограничная то нюансы да здесь как бы пока ни одно я не вижу то есть ну и тем более такие дыры по белым а если бы доска была 10 на 10 и ладью отвели подальше видимо ничья да доска вот доска 8 на 8 это уже не морской бой все таки надо сказать нет ну правильно вот вот просто почему у нас шахматы 8 на 8 вот видите какие нюансы чуть-чуть расширили доску и все там шахматы кафабланки там тоже предлагал 10 на 10 а 10 на 8 он предлагал играть он он по-другому из с парой фигурка в общем ну хорошо мы отклонились да ну здесь вроде да то есть еще такой исход но здесь будет так хожу так ферзь b6 потом да казалось бы трудно усилить но просто даю шахматы нападаю на ладью король же 6 игра ну и тому же ну главный ладью на и 8 не пустить но схем на и в 5 и там хотя даже на и 8 на и в 6 ничего не меняется потому что пешечный безнадежно совершенно здесь ну так что это меняет ну там сейчас как-то 6 но там предположим ладья до 7 пишется 6 а как здесь она не позже ну просто если бы если бы она стояла допустим дал шах значит на это на ничью чем похоже это какая-то ничья король же 8 ферзь до 6 просто бью везде пешечный думаю что должен быть по силам если король аж 8 тоже тоже ферзь до 6 но я просто не встает ну это совсем как бы но там это мне кажется немножко там скорополнительный вывод что ладья там может ферзя удержать такой позиции ну то есть да еще на и в 5 слабость то есть нет под шестому ряду ну да шансы конечно были какие-то вот если до пешки оставил пешка оставалась на и всем и 65 поставить но поскольку здесь пешка отстала и на же 7 получился дырка вообще когда ян в такой форме никакая крепость не держится я так понял да да даже абсолютно ничейно не держится то есть видно абсолютно ничейно было далеко то есть при всем уважении ну да да ну понятно все таки да ну здесь вроде да здесь суксанки тоже что-то не видел уже из-за хорошо ну что я молодец с хорошим настроением на свободу на выходной день это самое главное на свободу с чистой совестью с чистой совестью да все давай так дорогие друзья ну что у нас тут а как-то неожиданно завершился сегодня куда-то крана то мы собрались работать долго у нас